Приветствую лучшие рыбаки дальнего и ближнего зарубежья. Хотел бы рассказать вам сегодня 3 рецепта приготовления рыболовной насадки под названием сало. Конечно, рецептов приготовления сала для рыбалки очень много, но я для себя вывел 3 основных, которые и хотел бы сегодня вам рассказать и показать как готовлю их я. Для приготовления рыболовной насадки сало, естественно, нам понадобится само сало. Есть у меня вот такой вот кусочек. Сало подходит как соленое, так и сырое. По наблюдениям опытных рыбаков и по моему опыту, я пришел к выводу, что разницы особой нет. Что сырое свежее сало, что соленое, рыба отзывается одинаково. Возможно, есть у рыбы какие-то периоды, что больше нравится именно сырое, а когда-то именно соленое. Но я поставил их на один уровень. Эта насадка будет в моем рейтинге на третьем месте. Просто покупаем сало, режем на кубики, берем на рыбалку, надеваем на крючок и готова. Рыба, если она в этом водоеме у вас, конечно, водится, обязательно придет и отведает эту рыболовную насадку. Третье место занимает простое соленое или свежее сало. На второе место в своем рейтинге я поставил сало рецепта деда. Был я на рыбалке и подошел ко мне опытный рыбак, предложил потестировать его насадку. Это был спичечный коробок, в который было аккуратно сложено сало вместе с чесноком. Мелкие-мелкие кусочки чеснока режутся, примерно на такие же кубики, как и само сало. Ну, я думаю, можно и больше, можно и меньше. Нарезали мы этот чеснок, сложили в спичечный коробок и туда же нарезали сало. Обязательно должно быть сало и кубиками, и полосками. Да, сало, когда будете резать, надо, чтобы было замерзшее. В моем случае, пока я готовился к этому видео, сало у меня был кусочек небольшой, подтаял и резать приходилось уже очень и очень неудобно. И на первом месте у нас вот такой рецепт приготовления рыболовной насадки из сала. Нам понадобится чеснок. В моем случае я взял 5 зубчиков чеснока и перетер их на терке. Получилась вот такая вот кашица. Взял я небольшую баночку. Возможно, у вас есть какая-то другая посудина, но у меня оказалась только такая. Запихал я туда наш перетертый чеснок и добавил сушеный укроп. И остался всего лишь один компонент, это подсолнечное масло. Заливаем мы все это дело обычным рафинированным подсолнечным маслом. Если брать из расчета бутылка 200 граммовая, то нам примерно понадобится 80 грамм чеснока, примерно 70 грамм укропа и грамм 50 подсолнечного рафинированного масла. Теперь нам остается все хорошенько это дело перемешать ложечкой и закупорить крышкой. Поставить на сутки в холодильник, чтобы настаивалось. Ну а через сутки достаем и продолжаем дальше. Прошли сутки, достаем с холодильника нашу арому и высыпаем, я вот взял блюдечко, чтобы вам было лучше видно, ну а вы естественно в другую какую-нибудь емкость. Нужное количество достаем с этой банки и туда кладем наше сало. Естественно уже можно порезать на нужные нам кусочки, а можно положить просто как лезвие такие вот слои. Потом уже на рыбалке, кто хочет порежет на полоски, кто хочет на кубики. Вот и все друзья, так что подписываемся на канал, пишем комментарии и до новых встреч. Ну а я поехал тестировать наши насадки, скоро новое видео, пока-пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok